По календарю конец января, а у байкеров Артёма и их собратьев из других приморских городов почти весна. Седьмой год подряд в этот парк микрорайона шахты Амурская повелители двухколесных коней зовут гостей, чтобы зарядить народ позитивом, послушать музыкантов, поющих вживую, потанцевать, разыграть конкурсы, подкрепиться шашлыком на свежем воздухе, выпить чай из полевой кухни, представить свою технику, кто байки, а кто и раритетное авто в современном тюнинге, ну и, конечно, зажечь байкерский костер. Почти масленица, правда, без блинов и чучела Мары, но суть одна – приблизить весну. Весну ждём уже, провожаем зиму. В парке шахты Амурской собрался и старый млад. Ведущий праздника, он же неизменный вдохновитель и организатор Виталий Заборский. В байкерском мире Наполеон, словно усатый нянь, покорил своим задором ребятишек. Молодец Наполеон, да, у нас Виталий Анатольевич замечательный человек, он организованный, он творческий, это его сфера, конечно, не только детям, но ещё и взрослым. Заинтриговать может всех. Внимание! Марш, поехали! Давайте, 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 давайте! Виталий Заборский обаятельный и, как кажется, очень добрый человек. Несмотря на брутальный внешний вид, байкерскую косуху и шотландский килл. К этому образу напрашивается волынка. Скажите, а что у вас такое костюм? Сверху какой, а снизу шотландец это как это? Ну, головной убор надо, у шотландцев вроде нет головного убора, а я предпочитаю шляпы. А снизу, я, можно сказать, единственный байкер, который вхожу в шотландской форме. Военная шотландская форма. А почему? Большое спасибо. А ты что, парни, друзья? Быть не как все. Ну, вы как настоящий шотландец в душе, может быть, что-нибудь там исполните? Какие-то шотландские песни? Нет, песню не исполню, а волынку я с собой не взял. Какая жалость. А ну, как же без, какой шотландец без волынки? Ну, вот так вот. Хотя, конечно, очень холодно, но некоторые все-таки приехали на мероприятия своим ходом. Вот, например, Наполеон. Вот на такой черепной байке. Отважный человек. Те, кто приехал своим ходом на мото, прошу подойти к сцене. С Владивостока человек приехал. С Владивостока своим ходом специально. На первый, да? Первый фестиваль в этом году. Уже открыл сезон. Так, слушаем вас. Артем. Хорошего настроения. Так, ты на чем? ДДМ. Откуда? Артем. Артем приехал. Молодец, красавчик тоже. А вы вообще откуда и почему принимаете участие в этом празднике? Мы приехали с находки, приехали недавно. Принимаем участие, потому что здесь много наших братьев, много всех тех, кто ждет именно сезона, чтобы уже приехать на такие мероприятия, на мотоциклах. Вот. Но, чтобы мы в конце концов друг друга в лицо не забыли, именно в зимний период создаются такие мероприятия. Скажите, а вот вы без железного коня? Сегодня без. Прохладно еще пока. Мы за безопасную езду. Наши лошаденки как медведи, то есть они зимой спят, а как только начинается сезон, все, сразу все просыпаемся, обслуживаемся, заливаем вкусное масло, вкусный бензин и вперед. Что, узнали? Ага. Байкер это что? Это образ жизни? Это кто? Это кто? Это не что, это кто? Нет, я имею в виду, что это состояние души или что это? Вот вы правильно сказали, это образ жизни, это состояние души и ребята, которые ездят на мотоциклах, это такие же люди, как все окружающие, только у нас немножко другая прошивка. В парке полно развлечений для детей. Качели-карюсели, канатная дорога с люлькой. Но самое главное, в зимний холод, это внимание взрослых, совместная прогулка с родителями и, конечно, горячий чай. Вы видите, мы из России нас поручили за бесплатным чаем, узнаем, действительно ли бесплатный. И откуда такой чай? Красный. Откуда чай очень прекрасный. А кто это чайочек? Полевой пункт. Ты за чаем пришел? Да, я тоже. Он вкусный, как каждый год. Каждый год? Вы уже пустите первый раз здесь? Да. Сколько порций приготовили? Надо собрать по пять. Четыре чана по восемьдесят. Скажите, пожалуйста, нашли ли развлечение для ребенка, для себя? Да, нашли, найдем еще, мы только пришли. Хорошо. Еще найдем. Да? Ну вот, на первую, что понравилось, что привлекает? Да, хорошо, хотя бы мы маленько оживить, редкие мероприятия в нашем поселке. Пожалуйста, как настроение? Нашли ли вы себе здесь развлечения? Как вообще? Хорошее настроение, прекрасный праздник. Развлечения, да? Дети бегают, играются. Все хорошо. Погода? Погода вот чудесная. Как вы считаете, вот байкеры приблизят весну своим костром? Ниже, ниже, ниже. Я думаю, что да. Очень тепло и жарко. Ароматный дымок жареного мяса летит далеко за пределы парка и словно магнит притягивает жителей микрорайона и гостей. Это особенный шашлык по секретному байкерскому рецепту. У нас свой секрет. Ну, варенойд же по-разному. Кто-то минералки, кто-то... Вот вы что используете? Очень вкусно варенойд. Мы в собственном соку делаем. Дальше ничего не могу рассказать, потому что это уже у нас, как говорится, секретно. Это ваш байкерский секрет, да? Да, это наш фирменный шашлык. Я думаю, что это хорошая история для этого года, который у вас год семьи, да, еще и для шахты Агустова. Да, это так совпало, что у нас традиционное мероприятие, а тут еще и год семьи, и просто здесь все с детьми, семьи. Поэтому это прекрасное совпадение, которое могло произойти в этом году. Организовали обеспечение безопасности совместно с полицией, пожарной безопасности у нас, пожарная бригада, тоже просили, выехали. Поэтому МКУ ГОИЧС нам выделила полевую кухню для организации бесплатных напитков, ну, в чай с сахаром. Поэтому место предоставили Вячеславу Васильевичу. Разрешил проведение, сказал, что замечательно будет. Почти 600 человек. Это очень хороший показатель для 27 января, когда новогоднее веселье прошло, а до Масленицы и еще два месяца. Но душа уже требует весеннего тепла и праздника. Самое время зажечь байкерский костер. Всех с праздником! Всех с фестивалем! Мотокостер 2024! Виктория Летита, Александр Стародубцев, Егор Бондаренко, телеканал «Лента». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова